Пилотажная группа «Стрижи» пришла в гости к ученикам Чувашского кадетского корпуса. Подробнее о встрече Юлия Важенина. Первым делом самолеты. Для пилотажной группы «Стрижи» песни из кинофильма «Небесный тихоход» как девиз. И не только для них. Кадетский корпус в Чебоксарах носит имя Александра Кочетова. Ерой Советского Союза, летчик-истребитель, тоже любил эту песню. Кадеты провели для гостей экскурсию, показали кабинет и поделились достижениями. В нашем подпися после уроков мы занимаемся всегда какими-нибудь секциями. У нас самбо, дзюдо, акробатика, гимнастика, аэробика, мальчики в футбол играют, в баскетбол. Разные мероприятия проходят. Вот недавно мы готовились в июне вместе с младшими классами. У нас с 7-8 класса ездили в Секородский лагерь, гвардейцы, где заняли первое место. Первое место привезли вот в Чувашию клубу, с чем мы прямо гордимся. Несмотря на каникулы, в актовом зале не было свободных мест. Многие ребята хотят стать военными, в том числе и летчиками. И все, что связано с работой пилотажной группы, им очень интересно. Пилотажная группа стрижи выполняет полеты, как вы знаете, на полетах самолетов не 29. Сейчас мы летаем в составе 6 экипажей, ну и плюс еще одиночный пилотаж. Мы постараемся сделать все, на что сегодня группа способна. Это будет полный комплекс всего высшего пилотажа, в составе 6 машин, с 3 строениями в разные пилотажные состояния. Миша Порфирьев мечтает стать летчиком. Обдохновили его стрижи. Выступление пилотажной группы Миша увидел 2 года назад. С тех пор вопрос выбора профессии решен в пользу неба. У них интересная профессия. Ты летаешь, чувствуешь себя птицей в полете. И, наверное, хорошо видеть, когда все по твоими ногами, снизу. Это очень здорово, что у тебя уже появилась есть мечта. И ты знаешь, что это будет в жизни. Я хочу тебе посоветовать одно. Это стараться хорошо учиться. И заниматься спортом. Беречь свое здоровье. Готовить себя к этой непростой профессии военного леча. И все у тебя обязательно получится. Посмотреть фигуры высшего пилотажа в исполнении стрижей жителей и гостей города смогут два раза. Днем 22 августа во время тренировочных полетов. И в завершающий день празднования юбилеем 24 августа. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.